МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перемирие снова не действует. 35 раз за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции в зоне АТО. Двое наших бойцов были ранены. Не прекращался огонь и на выходных. О текущей ситуации в зоне АТО далее в сюжете. Несмотря на объявленное перемирие, боевики продолжают обстрел окраины Попасной на Луганском направлении. Украинские военные говорят, противник не только не прекратил, но даже усилил огонь. 16-го числа на Великдень прилетело в 13.00, 82-го, мінумет 82-й. Нема в них нічого святого. Чотири години на Великдень серед Білого дня вони нас накривали мінуметом. Ситуация осталась напряженной после праздников, говорят украинские военные. К их позициям часто пытается подойти ДРГ противника. Отгонять их приходится огнем. Не дуже часто, але крыть. Ну на Паску 16-го было достаточно нормально. Сильно накрыли. Тут є лесопосадка на Драку. Вони підходили до лесопосадки. Підійшли, пішли, чоловіка відігнали? Відігнали. Неспокойно на Донецьком і Приморському направлінях. Враг і тут використовує запрещене Мінському тяжеле вооруження. Остальний обстріл був вчора. Стріляли з 120-го мінумета. У нас там прилетіло пара снарядів з мінумета. І був обстріл з двоєчки. Почали вони непонятні, з-за чого самі. Щось їм не сподобалось в нашій службі. Але всі ціли, всі здорові і слава Богу. За минувші сутки проросійські бойовики 35 раз обстріляли позиції українських воєнних в зоні АТО. Це кадри із нового фільма о кримських татарах. Он називається «Чужая молитва». Трейлер к нему на своїй страниці в Фейсбуці опубліковав режиссер-постановщик Ахтем Сейтаблаев. Работа над картиной началась в декабрі 2015-го года. Сйомки проходили в Україні, Ізраїль і Грузії. Фільм основан на історії крымської татарки Сайдея Ріфовій. Она, по рассказам, спасла около сотні єврейських дітей від смерти во время немецкої оккупации Крима. Саундтрек к фільму написала Джамала. Прем'єра «Чужої молитви» состоїться через місяць. Проте, якщо німців знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють. Хто з байстрюків єврей? У мене нема євреїв. Господи, зглянься на сльози мої. Простий мені мій страх і дай мені сили пройти через те, чого боюсь. Відкрій моє серце більшій любові, щоб їй вистачило кожній дитині, як моєй власній. Як треба буде, візьми моє життя, але залиши його цим квітом. Боєвики налажують торговлю продукцією отобранних предприємів. Товар переправляють сначала в Россію, оттуда по всьому міру. Наскільки така схема работоспособна? Не змогут ли українські юристы доказати, що продукція ворованна? Разбирались журналисты проекта «Донбасс Реалии». Нічого не змінилося. Як було, тут одно б***о не залишилось. Набження никакого нету. Прошло полтора місяця после так называемой націоналізации, а работники донецкой шахты имени «Засядько» продолжают работать по-старому. І ругають як бувше, так і нове начальство. Зарплата така жінчіка, робота така жінчіка. Зато много нового произошло в кабінетах местних так называемых властей. Группіровки ЛНР і ДНР решили отдати шахту «Засядько», як і другі експропірованні шахты і заводи, некоєму «Зао-вне-шторксервіс». По словам боєвика оппозиціонера Александра Ходоковського, це закрітое акціонерне общество зарегистровано в Южній Осетії. Казалось би, де Донбасс, а де Южна Осетія, оккупірованна частина Грузії? Территорія, яка не може нічого інвестувати, нікуди. Она сама живет на дотации РФ. І понятно, що це стара історія, коли пітається створювати такий сепаратистський інтернаціонал. Можливо, зайдуть якісь півдежні, на сетінські або чеченські підрозі, фірми, тому що на них, їм не страшні санкції, тому що вони на зовнішній ринці не працюють. Пока Россія пытається дирижувати оккупірованними територіями, щоб скрыть своє присутствие, українські собственники отобранних предприятий включились в борьбу за потерянне імущество. Ми привлекли ряд юридичних консультантів, як українських, так і зарубежних, для того, щоб вони ассистували нам в поиск схем, цепочек поставок нелегальної продукції із того ресурса, який у нас остался на некоторой його території. Юристы ДТЕК бьют тревогу. Ізвестно, що багато націоналізованні шахты і заводи возобновили свою роботу. А значить, уголь і металл куди-то вивозять. Але куди? Пытаємся найти ответ на этот вопрос у горняков шахты Засядька. «Уголь куди йде?» «О, не знаю». «Куди йде уголь?» «А то вопривається?» «Секрет». Секрет сепаратистів пытается разгадать українська сторона. Группировки ДНР і ЛНР включены в международні санкціонні списки, і любі економічні связи с ними являться преступлением. Сейчас юристы рассылають письма предупреждения возможным потребителям донецкого угля. «Это порты, экспедиторы, сюрверские компании, которые определяють качество угольной продукції. Среди потребителей – это, естественно, электрические станції, которые сжигают уголь. Это сахарные заводы. Ну, і ряд других потребителей в Черноморском і в Средиземноморском бассейне». Схема, по словам экспертов, проста. Уголь с неподконтрольных территорий вывозится в Ростовскую область РФ – в Азовские порты. Там продукцию перегружают на сухогрузы и вывозят за рубеж. Теоретически отследить трафик донбасского угля можно на специальных сервисах. По адресу прибытия понять, куда именно движется подозрительный большегруз с нелегальным черным золотом и принять жесткие меры, как это делала Грузия после потери контроля над Абхазией. «Если в Абхазию заходили, условно, корабли какие-нибудь, то на траверсе в нейтральных водах они задерживаются последними грузинскими пограничниками, вплоть до продажи корабля с аукциона и так далее, очень большие потери понесла турецкая сторона, когда пыталась заниматься такими вещами». Если в Украине удастся заблокировать трафик угля на международные рынки, у группировок ДНР и ЛНР останется только два потенциальных торговых партнера. Это Россия и Украина. На днях в Донецке и Луганске боевики захватили последнее украинское предприятие на неподконтрольных территориях подразделения «Укрзалезнити». Но куда пойдут вагоны с углем и металлом экспроприированных заводов и шахт, по-прежнему остается загадкой даже для самих экспроприаторов. Молодежь покидает Крым из-за отсутствия свободы. Об этом рассказал ректор Таврического национального университета Владимир Казарин. Он считает, сегодня в аннексированном Крыму у подрастающего поколения нет возможности учиться и высказывать свое мнение. Окупационные власти на базе Таврического университета создали так называемый Крымский федеральный университет. Для студентов ввели дресс-код и запретили им пользоваться вай-фаем. Вот то, что предпочитает молодежь всегда, в первую очередь, это свобода. Это возможность учиться так, как ты считаешь нужным и иметь возможность высказывать свое мнение по любому поводу. Этого нет сегодня в Крыму и в Крымском федеральном университете. Первая причина – это свобода. Украина предоставляет такую свободу студентам. Вторая причина – это возможность найти себя в этом мире. Диплом Крымского федерального университета не принимается ни одной страной мира, кроме России. И в ряде регионов России на него тоже вкусно смотрят. Переселенцам-инвалидам трудно получить помощь в лечении онкологических болезней в Донецкой области. Онкодиспансеры расположены всего в двух городах региона. Добраться туда не у всех есть возможность. Кроме того, больные признаются, что денег на лечение часто просто нет. А государственной помощи они уже не ждут. В ситуации разбирались журналисты телеканала Дотебе. Переселенка из Дебальцева Светлана больна лимфомой. В последнее время болезнь начала прогрессировать, но лечиться женщина даже не начинала, так как её пенсии по инвалидности едва хватает на жизнь. В Бахмуте, где теперь живет женщина, ей помочь не могут. Показал деньги, тебе раскладушку, в калидор прокапали. И до свидания, идите домой. Как врачи говорят, а вы сами виноваты. Продайте что-нибудь. А я говорю, денег нет. Ну, это ваши проблемы. Проблема, с которой столкнулась Светлана, касается не только переселенцев. Государство больше не поддерживает онкобольных. К сожалению, на сегодняшний день государственная программа по онкологии закончилась. Она действовала до 2016 года. Химиопрепараты, которые находятся у нас в онкологическом отделении, запас очень незначительный. Буквально два препарата. Это два базовых препарата для лечения разной локализации. В Донецкой области есть всего два онкодиспансера, в которых проводят лучевую терапию. Один в Краматорске, другой в Мариуполе. На учёте в Краматорском онкодиспансере состоит 6841 онкологический больной. Из них с лимфомой Ходжкина, с лимфоароматозом, 185 человек. Лечатся они в основном, это лечение, заключает в себе химию, лучевую терапию. Подобное лечение стоит дорого. К сожалению, из тех схем, которые у нас имеются, в наличии препаратов только два. А нужно хотя бы от шести до восьми препаратов для лечения этой болезни. К сожалению, то, что есть, мы выдаём бесплатно, а то, что нет, приходится больным покупать целым. На курс лечения здесь не менее 20-30 тысяч нужно. Где взять деньги, Светлана не знает. Рассказывает, она 35 лет работала, была застрахована, но говорит, что в помощи ей отказали. Вовремя брали, страховки, всё брали, всё вовремя. Но когда обратился раз в жизни, за 54 года, один раз, нужны деньги. Как ни странно, нужны деньги. А мне, оказывается, надо было не работать, а идти на больничный и филонить. Сейчас Светлана планирует ехать в Краматорск. Надеется всё же получить там помощь. Весна – время призыва. Области предоставляют новобранцев согласно плана Министерства обороны. И первые группы молодых ребят уже отправились на место службы. Ветераны АТО на Волынии делятся опытом и знаниями со школьниками. Ученики Черкасской области готовят и отсылают на фронт выпечку. Тема нашего сегодняшнего обзора – региональных СМИ, молодежь и армия. В Луцкой гимназии номер 14 имени Василия Сухомлинского организовали урок мужества. Об этом сообщает телеканал «Новая Волынь». Участники АТО учили школьников оказывать первую медицинскую помощь на поле боя. Также желающие могли пострелять из пневматического ружья. Участник боев под Углегорском Виктор Кривцун считает, что подобные занятия должны стать регулярными и помочь военно-патриотическому воспитанию молодежи. На уроках защиты отчизны школьники получают теоретические знания. Говорят, практическим навыкам рады. На мою думку, такой очень полезный опыт, особенно в этот период, что сейчас. Это очень важно. Мне понравилось. Взагал, стрелять – это любой парень, я думаю, должен уметь делать. И вообще, очень позитивный опыт. Сегодня мы уже так даже пробуем стрелять, рухаться. Просто повторяем опыт правильных бойцов, которые воевали на Сходе. Это таки впервые, это очень классно. Урок по замыслу организаторов должен был не только дать новые знания, но и напомнить школьникам, что на Востоке и сейчас идут бои. Эти люди, они мощными, они прикладом хоробрости, смеливости. Я их считаю лично, мне кажется, в других они тоже вызывают увагу. И их хочется слушать, хочется учиться, хочется принимать эти знания на будь и до суда. Четыре тонны продуктов на Пасху послали школьники Смелянского района на фронт. Большая часть лакомств сделана детскими руками, утверждают журналисты телекомпании «Рось». В подарки вложены детские рисунки. Хочем подарить от нас 40 пасок, 50 литров овощевой консервации, также где-то около 180 крашенок и 50 литров чаю. Это невеликий подарок, но мы хотим донести это все до них. В Эпикарии собирали гостинцы учащиеся 15 городских и сельских школ района. Боец Александр помогает собирать и грузить подарки. Утверждает, что напоминание о доме помогает выстоять на передовой. Сам он участвовал в боях за Дебальцево. Я могу сказать из собственного опыта, что это очень приятно. И знаете, когда мы были там на позициях, когда по рации передают, что приезжают волонтеры, то мы, как маленькие дети, начали уже бегать и уже ждали их приезда. Подарки смелянских школьников получили воины 72-й бригады. Во всей стране продолжается весенний призыв в армию. По данным канала ИНТБ, Тернопольская область должна отправить в вооруженные силы почти 4 сотни новобранцев. Матери не могут задержать слез. Они идут вместе с другом, одноклассником. Они готовились. Они решили, что придут и служат так, как должно быть. Мы отдаем державе здоровых детей. И также прошим всех командиров, чтобы нам таких и повернули здоровых детей. Призывники воспринимают свою ситуацию намного спокойнее. Страха перед службой нет, говорят они. Не, не боюсь. Так как, ну, хотелось я швидше. И все-таки армии не боялся. Тато служил. И військовую подготовку, как так и в школе, тоже выучал. Досить таки поглиблено и сам от себя. Так что я позитивно ставлюсь до армії. Честно говоря, я же хотів з дитинства так попасти до армії. Но склалось так, что навчание было. Вивчився, профессию дістав. А теперь, как так, чтобы дістати действенности гидную работу, то треба армію закинчити. Пройти цей такий этап своєрідний. Ну, и все будет, как раз. В Тернопольском областном военном комиссариате напоминают, что в зону АТО призывников никто отправлять не будет. Они должны служить в пунктах постоянной дислокации воинских частей в тылу. Географія их службы буде проходити від Ожгорода с Букачевом, Львівської області до південнєї області нашої. Одеська область, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська. Також певна кількість призывників буде направлена до лавнаціональної гвардії України. Призывников благословили священнослужители. И каждый рекрут получил подарки от областной администрації и Тернопольской мэрии. Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Больше актуальных тем мы обсудим в следующих выпусках. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.